Привет-привет, дорогие! Ну что, наверное, сейчас будет одно из тех видео, которые очень-очень многие из вас ожидали. Я буду вам рассказывать о своём первом триместре беременности, вообще о том, что со мной происходило, какие я изменения в себе заметила, о токсикозе, о растяжках, о настроении, о еде. Я себе вообще приобрела такой вот ежедневник, специально, в принципе, чтобы ввести свою беременность. Я выбирала между двумя, но решила купить вот этот вот такой красивый Oh My Book от Oh My Look. Я думаю, кто из Украины обязательно знает, кто это такие. Меня начали спрашивать за этот ежедневник, если его можно ввести беременным девочкам, потому что многие начали спрашивать, неужели он для беременных, думали, что почему-то это именно для мамочек уже. Но почему я выбрала именно этот блокнот, здесь, в принципе, нет никаких таких вот строгих инструкций. Это просто как ежедневник с такими вот некоторыми разворотами, с советами. Сейчас я официально уже на 13-й неделе, по-моему, где-то 4-й или 5-й день. Получается, у меня уже, в принципе, начался второй триместр. И могу вот вам ярко описать, что же со мной происходило в первом. Знаете, очень многие, мне кажется, кто именно целенаправленно прям не планирует беременность, и, возможно, не следит вам за овуляцией. В принципе, ближайшие так вот 2 недели, 3 недели первого триместра вы все равно еще не знаете, что вы беременны, и, в принципе, таких вот супер каких-то изменений нет. Но, конечно, самое большое изменение это отсутствие месячных, за что, в принципе, я очень рада, потому что у меня всегда такие были болезненные месячные, и вот уже 3 месяца не иметь месячных, это, знаете, это плюс. Один из самых таких вот интересующих вопросов у всех, это, конечно же, токсикоз. Насколько меня коснулся токсикоз, что я ощущала? Начиная где-то с 6 недели, в принципе, где-то пару недель у меня продержался токсикоз, но я считаю, что мне, в принципе, наверное, повезло с этим делом, потому что у меня не было, и до сих пор нет, и, я надеюсь, уже не будет, внутренней тошноты, как бывает у молодых, что прям просыпаются, и уже становится очень плохо, то есть у меня не было такого, что у меня была там рвота, или прям, не знаю, так и так было в окружении, или прям ужасно, что я не могла ничего есть. Но в чем у меня проявлялся токсикоз? У меня было, в принципе, где-то 3, наверное, раздражителя. Самое сильное это было сырое мясо. Вот, сырое мясо это прям вообще, и, в принципе, мне нужно всегда котам там кашу варить, мы их варим с печеночкой сердечными, с куриными, ну и, в принципе, когда там готовить какое-то мясо, у меня прям, знаете, у меня аж руки трусились, как было плохо, вот от запаха сырого мяса, поэтому, конечно, спасибо моему любимому мужу за то, что он старался брать абсолютно все на себя. Также очень сильно у меня был токсикоз, ну, просто вот у меня не было, опять же, ни рвоты, ничего, просто вот меня подташнило, вот неприятно было. Знаете, такое ощущение, как, когда вы чем-то отравились из еды, и знаете, что вы именно этим продуктом отравились, и потом вы на него не можете смотреть там 2-3 недели, пока не пройдет это все в организме. Вот, у меня было тоже на кошачьи туалеты, даже на чистые наполнители, хотя у нас такой древесный наполнитель натуральный, но вот даже вот на запах наполнителя мне тоже было плохо, уже не говоря о их испражнениях, да, скажем так. Вот, и на что еще, в принципе, мне было неприятно даже запах кофе, хотя какая я была фанатка кофе до беременности, я всегда каждый день пила кофе, в принципе, пока у меня был токсикоз, я ни разу его не пила, мне как-то и не хотелось, на самом деле. Сейчас я могу так выпить раз в неделю, раз в две недели, но сказать, что я получаю от него удовольствие, нет. Также мне, в принципе, не сильно хотелось пить любые чаи, и до сих пор не особо хочется, возможно, только травяные там, мятный чай, вот что-то такое. Также мне не хотелось совсем яйца ни в каком виде кушать, и вот, что еще я себе тут отметила, салатные листья, хотя я очень люблю кушать салаты всегда, но вот что-то на салатные листья совсем мне не шло, хотя руколу, вот нормально, то есть именно вот такие вот капустные продукты. Пока я вот это вот немножко страдала с этим всем, меня спасали овощные бульоны, я кушала, в принципе, цитрусовые, там, мандарины, воду с лимоном, это очень помогало так вот как бы успокоить состояние. Что еще? Спагетти кушала, помидоры, рис, ну, такого плана. В принципе, мяса я очень мало ела. Другая вот такая вот вообще сильная разница с тем, какой я была до беременности, я никогда не любила спать днем, потому что если я начинала там спать днем, там, после обеда или до обеда, я потом всегда просыпаюсь с плохим настроением, и я, знаете, не могу долго раскачаться. Но когда у вас наступает беременность, я не знаю, конечно, возможно, это не все, но у меня просто после 12 дня вырубало, и я практически каждый день спала днем. Сейчас я уже сплю немножко реже, если тогда, ну, в первом триместре. Это я все говорю где-то начиная с 6-7 недели беременности, потому что, в принципе, до этого у меня не было никаких таких симптомов сильных, то вот я почти каждый день спала днем. Сейчас могу, ну, так, раз, может, два раза в неделю. Очень неудобно спать ночью, потому что стала очень болезненная грудь, и грудь у меня выросла где-то на размер точно, если не на полтора. Я сейчас не влажу ни в какие свои лифчики. В принципе, я купила себе пару новых лифчиков уже с новым размером и, скажем так, с ростом. Самое заметное вообще изменение, которое проходит, происходит, это то, что просто чаще хочется идти писять. Хочется ходить в туалет, бежать просто постоянно. Мочевик очень быстро наполняется, ну, и, в принципе, с тем, что как бы я стараюсь пить только одну воду и больше воды, и, возможно, тоже из-за этого. Не знаю, захотите ли вы, чтобы я снимала там отдельное видео на то, как я встала на учет в поликлинику по месту жительства, да, какие анализы сдавать, потому что я думаю, что если сейчас я буду об этом всем рассказывать, то это будет очень много, потому что у меня здесь есть целый список тех анализов, которые я уже успела сдать, и, в принципе, в каждом, наверное, триместре их достаточно, но, мне кажется, именно в первом триместре больше всего разных анализов вы сдаете. Один из пока самых больших минусов, который вот со мной происходит, и из-за которого я, конечно, очень сильно волнуюсь, но это природа, это гормоны, это беременность, и, наверное, ничего не изменить. Это то, что у меня растяжки пошли на груди. Я, честно, не ожидала, что у меня будет столько растяжек, но у меня прям вот вокруг, по всей груди, такие вот красные растяжки, их довольно много, но они вот просто полностью по кругу, вроде как солнышко какое-то получается. Я использую вот такое вот маселка от растяжек, ну, как бы от растяжек, от фирмы ХИП, это специально подназначено для беременных. Здесь миндальное масло, и какие-то еще там другие масла, которые хорошо увлажняют кожу, питают. Но, в принципе, опять же, как я и рассказывала у себя в инстаграме, и вообще, я уверена, что многие знают, что, в принципе, косметические, уже приобретенные растяжки, вы не сможете просто какими-то маслами вылечить. Просто они со временем становятся более бесцветные, и менее заметные, но в любом случае растяжки появляются от того, что недостаточное количество коллагена в организме, и происходит вот разрыв вот этих тканей. И это просто разорванная кожа, поэтому вы никак не сможете ее там склеить обратно какими-то маслами или там массажами. Сейчас хочу поотвечать на ваши вопросы, которые оставляли девочки в инстаграме. Julie1990. Спасибо за пост. Ты в Норвегии рожать будешь? Нет, в Норвегии я рожать точно не буду. Я решила, что буду рожать в Украине, потому что здесь как бы больше у меня родных, а если я куда-то уеду за границу рожать, это будет очень проблематично. Z, нижняя черточка B. Как твое настроение? Меняется ли оно? А токсикоз? Насчет токсикоза я уже рассказала, насчет настроения, если честно, я не заметила, чтобы у меня как-то менялось настроение. И тоже у меня нет таких вот, знаете, как тоже рассказывают девочки, что у них такие вот сумасшедшие желания там в среди ночи скушать арбуз зимой или что-то еще сумасшедшее. Нет, тут после токсикоза у меня мой обычный режим питания. Балини, Балуни, извини, если ник будет неправильно. Карина, расскажите, пожалуйста, поподробнее про планирование своей беременности. С какими проблемами столкнулись, какие анализы сдавали, как долго не получалось. Думаю, опять же, это такое вот будет длинное видео, если я начну рассказывать. Поэтому, скорее всего, можно объединить вот с тем видео, где как я встала на учет, и просто я вам расскажу такую предысторию, как мы начинали там лечиться к врачу и все такое. Кейт Третьякова. Расскажи, пожалуйста, читаешь ли ты какую-то книгу для будущих мамочек? Будешь ли ты испанскому учить малыша? И если да, то с какого возраста? Да, я сейчас читаю книгу, точнее, в принципе, можно сказать, слушаю книгу, потому что она в формате аудиокниги. Ее начал сначала слушать Вадим, и как бы посоветовал мне, он сказал, типа, читай, слушай. Для меня, конечно, было удивительно, что он так вот вникся и начал читать, но очень забавная вообще книга. Называется она «Французские дети не плюются едой» по Мэйла Друкерман. Это вообще про американскую семью, которая живет во Франции. И вот она как бы родила свою дочь, и просто вот во время беременности начала наблюдать за французскими женщинами, мамочками, как они вообще относятся к воспитанию детей, почему, к примеру, у их ребенок такой вот неугомонный, неспокойный в ресторане, а вот французские дети такие спокойные, кушают всю еду, и все классно, типа, ведут себя как маленькие взрослые. Вы знаете, очень интересно, там есть такие разные моменты, в принципе, по поводу воспитания, по поводу того, как нужно себя вести, там, если ребенок плачет по ночам и все такое. Поэтому, в принципе, наверное, каждый выбирает для себя, конечно, каждый делает то, что, скажем так, будет работать, да, с их ребенком, и, естественно, у нас нет еще никакого опыта воспитания детей, но вот послушать такую вот иностранную литературу очень интересно. А насчет того, буду ли учить испанскому, мне бы очень хотелось, и мне бы хотелось именно попробовать такую методику, как делали мои родители со мной, потому что с самого детства, с самого рождения, мой папа всегда общался со мной на испанском, а мама на русском. И это мне помогло, вот, когда мы переехали в Колумбию, очень-очень быстро перейти на испанский язык. То есть у меня абсолютно не было такого, чтобы я там думала, что, типа, я учила язык, потому что я с самого детства слушала испанский язык, и как бы папу понимала, но отвечала ему на русском. Вот, поэтому мне бы хотелось попробовать эту методику, и, знаете, если у ребенка получится, конечно, если не будет никаких там осложнений, но, что я очень-очень надеюсь, то да, мне бы хотелось попробовать. Натани, тут много вопросов, которые я уже как бы рассказала, но вот вопрос, будешь ли ходить на групповые занятия для беременных? Я, в принципе, думала об этом, и думаю, что, наверное, буду ходить немножко уже там, ближе к сроку, скорее всего, потому что сейчас, наверное, рано. Я хочу вот сейчас снова ходить на йогу, но на йогу для беременных. В первом триместре я вообще ничем не занималась, потому что все мне врачи говорили, береги себя, сейчас ничем не занимайся, а вот как бы второй триместр, он уже такой вот менее опасный, скажем так, в плане там срывания беременности и все такое, поэтому, да, хочу просто заниматься какими-то движениями, потому что спина болит. Курдиман Алла. Карин, задумывалась ли ты над тем, куда девать животных, когда родится ребенок, либо они останутся у вас? Все-таки шерсти много. Я уже получала несколько вопросов такого рода и под видео, и, знаете, я даже не задумывалась об этом. И ни один раз у меня мысль не протекала, что я буду избавляться от своих котов. Мои коты для нас, Вадимам, это как наши дети. И, знаете, нет неразрешимых проблем. Очень многие там писали, ну, там, аллергия же у ребенка может быть. Вы знаете, я читала насчет этого. И, в принципе, очень часто просто врачи ставят, скажем так, такой диагноз, что у ребенка аллергия на котов, когда узнают, что в доме есть животные, там у него собак. А на самом деле оказывается, что это очень маленький процент, когда у ребенка действительно аллергия на животное, просто вот не хотят выяснять. Возможно, это на еду, возможно, еще на что-то. Поэтому я думаю, что всегда можно как-то решить эту проблему. И ни в коем случае я, конечно, от готова отказываться. Вроде это все, что я хотела вам рассказать в этом видео. Наверное, единственное, что остается, это показать вам свой животик. Так, знаете, в первом триместре как-то, наверное, очень тяжело, потому что такое чувство, что ты просто съел огромное количество еды, и у тебя надулся живот. То есть пока я как-то не понимаю, это живот, который вырос, или это я просто бабушка. Наверное, одна из моих первых покупок, которые вы увидите для беременных, я вот себе вот такие вот лосинки заказала. Они высокие. И вот такой вот у меня сейчас пузик. В принципе, я уже пару часов не кушала, поэтому я сейчас голодная. Ну, вот такой вот животик у меня. Я надеюсь, что это видео было вам интересно. И вообще очень забавно, конечно, делиться такими вот моментами жизни, которые впервые со мной происходят. И потом буду просматривать это все вспоминать. Мне кажется, очень-очень мило. Если у вас есть любые вопросы и запросы на видео про беременность, все, что вам интересно, пишите обязательно внизу в комментариях. Также, если у вас есть какие-то вопросы про первый триместр, что я здесь как бы не описала, тоже обязательно напишите внизу, не стесняйтесь. Постараюсь всем ответить. Ну и все, ребятки. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. Также подписывайтесь на меня в Инстаграме. Я там также Керри Пингвин, как я здесь на Ютубе, чтобы, возможно, увидеть больше фотографий из моей жизни. Ну и все. Увидимся совсем скоро. Не скучайте. И до новых встреч. Пока.